Всем привет, друзья! Как нам говорили, у нас тут лето, но на самом деле нет, видите, холод. Со мной сейчас Санёк, он уже начинал сниматься прямо в начале моего влога, когда я только начал, потом уехал в Англию и долго, короче, там был, и теперь снова вместе. Ну что, Санёк, какая тема у нас сегодня? Да, тема сегодняшнего ролика у нас будет, как совмещать тренировки по боевым искусствам с бодибилдингом или со стритворкаутом, с калистейникой, со всем вот таким. Да, то есть покажем вам, как совместить и то, и то. Ну что, поехали, да? Начинаем? Да, начнем. Погнали. Самое первое и самое важное, что вам нужно решить, это определиться, что у вас идет первоначально, то есть самое важное, боевые искусства или тренировки с весами, потому что очень многие перекрывают нагрузку и делают слишком много. То есть ходить 5 дней в неделю на тренировки в зале или на турники, а также 5 дней в неделю на боевое искусство, это абсурд. Вы не будете прогрессировать ни в одном, ни в другом. Так что первое, сфокусируйтесь на чем-то одном и делайте это как основное, допустим, 3 дня в неделю, а уже второстепенное делайте 2 раза в неделю. И этого достаточно. В общем, если вы все-таки решили, что боевые искусства для вас первоначальные, и это основная цель, тогда делаем так, ребята. Очень многие начинают тренироваться с весами, и они тренируются как бы более на силовую работу, но если вы все-таки занимаетесь боевыми искусствами, вам нужно сконцентрироваться на скоростной силовой работе. То есть я вам покажу, допустим, просто пример в подтягиваниях. Как большинство подтягивается, допустим, даже с весом они берут и делают подтягивания. Но если вы занимаетесь боевыми искусствами, вам нужно иметь быстрые руки и все остальное, поэтому вы стараетесь делать скоростной силовой. Чем быстрее делаете, тем, соответственно, лучше результат. Также очень важно это то, что не нужно перебарщивать с временем тренировки. То есть час это максимум. И второе очень важное, вам никогда не нужно совмещать две тренировки в день. То есть старайтесь хотя бы делать последовательно. То есть, допустим, в понедельник вы пришли на боевое искусство, во вторник вы сходили в тренажерный зал или на турники, и в среду, допустим, опять на боевое искусство и так далее. Потому что многие делают в один день, и из-за этого даже у меня были травмы. Когда я приходил после тяжелых тренировок с весами на бокс и потом получал очень много по голове. То же самое наоборот, когда вы, допустим, уже очень много устали от кардионагрузок, приходите заниматься с весами, у вас просто не идут веса, у вас нет прогресса в тренировках. То есть, а если нет прогресса в тренировках, нет роста. Так что, ребят, с этим нужно осторожно, с умом всегда относиться. Делайте хотя бы поочередно. Последнее и заключительное, что очень важно, вам необходимо правильно питаться. И правильно я подразумеваю то, что вам нужно есть необходимое количество калорий всегда. Потому что с тех пор, допустим, как я пошел в зал и начал еще заниматься дополнительно боксом, калораж и вообще потребляемость калорий очень сильно выросла. То есть, вам нужно кушать намного больше. Потому что, допустим, если раньше вы кушали какое-то определенное количество, и вам этого хватало для того, чтобы набирать массу в зале, чтобы расти силовые, прогрессировали, то теперь вам этого будет не хватать, поскольку вы занимаетесь также боевыми искусствами, и вы очень много тратите. И в самое заключение я вам покажу свой комплекс, который я использую для того, чтобы тренировать свое боевое искусство. Поехали. Первое упражнение будет подтягивание. Не нужно использовать инерцию, нужно делать максимально быстро, но за счет силы рук. Показываю, как это выглядит. Полностью провисли. Сразу же без отдыха с суперсетом мы делаем брусья. Здесь стараемся делать уже 20 раз, поскольку обычно 30 человек и немножко сильнее. Дальше у нас сразу же третьим упражнением идет отжимание узким хватом, тоже как можно быстрее. И последним упражнением у нас идут подтягивания обратным хватом, такие на бицепс, тоже в быстрой манере. Ну что, друзья, давайте скажем спасибо Саньку за то, что он нам показал такой интересный комплекс. Бойцы, это было для вас. Если у меня есть на канале бойцы, напишите в комментариях, чтобы мы знали, чтобы может еще что-то снять для вас интересненького. Напишите темы, которые хотите увидеть еще у нас, да? И подпишитесь на канал Санька. У него тоже есть канал. Снимают, правда, фигню какую-то. Но мы будем надеяться, что вам будет что-то интересное снимать для вас. Мы постараемся. Поэтому ссылочку оставлю в описании. И спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok